всем привет сегодня хочу показать коллекцию старинных кухонных ножей это ножи все дореволюционные ну давайте начнем с нижнего видите огромный при этом очень тонкий ручка сохранилась оригинальная на мой взгляд клеймо с колокольчиком ну и это такой вот филейник очень очень гибкий нож но я такую рыбу сейчас не ловлю такой не покупаю с которой можно было бы снимать филе таким большим ножом поэтому на мой взгляд мне сейчас филейник нужен вот такой длины это такой очень длинный очень гибкий нож которым действительно удобно будет снимать филе что-то такое ну а сейчас лежит без работы следующий нож уже довольно поюзанный но у него есть интересная особенность ручка у него здесь с оковкой с такой не часто в то время делали с такой вот оковкой ручки зачастую просто переходила в металл и рукоять уже ручка сохранилась оригинальная нож уже очень сильно выработался он сейчас лежит без дела и не используется следующий нож вот этот вот к сожалению ручка здесь не оригинальная была серебряная она утрачена так то этого клинка очень интересный такой строй здесь кончику на кого-то во-первых скругленный таким очень удобно масло намазывать и далее вот здесь вот видно я думал здесь переход фальш резвия есть так клемма кому интересно за заслуги ты от нож часто в работе бывает довольно удобный режет это все ножи из углеродистой стали поэтому они как бы свою остроту хорошо сохраняет но постепенно меняют можно сказать меняет свой цвет ну такого темнее вот для примера советский кухонник из нержавейки смыть им какой блестящий и веселый они он так и мы будет долго долгое время но при этом с точку он держит отвратительно так следующий нож такой вот треугольный тисачок видео очень тонкий обувь не очень гибкий нож никаких обознавательных знаков нету углеродистая сталь ну видно многое пережил интересный нож следующий вот эти ножом чаще всего приходится пользоваться это очень хорошая форма очень удобная ручка но к сожалению уже треснувши эти ножом замечательно режутся какие-то салаты капусты просто прекрасно в руке сидит очень удобно что-то резать тонкий обувь здесь он сведен очень хорошо ну и работать им одно удовольствие если мне надо подправить такой нож что бывает очень редко по причине редкого пользования используемся такой вот мусатик и вот таким вот образом правлю нож но если таким ножом резать только мягкие салаты капусту то остроту он хранит очень долго поэтому затачивать почти не приходится самый лучший на мой взгляд из этих ножей вот этот по причине своей формы удобная ручка отлично сведем следующее это опять же филе нещик очень гибкий тоже с царских времен посмотрим если здесь клеймо да уже такое довольно стертое то этого ножа ярко выражена есть подвод видите вот здесь вот режущая кромка например у этого у этого нет этот как бы в ноль и этим мне и нравится у этого филейника сохранилась оригинальная рукоятка что добавляет им ценности в моих глазах но кроме как какие-то филейные работы он ни на что не годится что-то резать им неудобно совершенно на мой взгляд так следующий нож такой прикольный ножичек у рыбаев клеймо классно лежит в руке при этом он немного так зону что-то резать очень удачное решение вот здесь вот прям пальцевые такие выемки раз рука ложится 2 просто офигенно так еще есть что показать ножи какого-то сервиза несколько штук остались тоже видимо рыбаев с тупым концом и вон например того как не надо точить ножи вот такой тоже нож только чуть поменьше и вот как он выглядит почему так происходит потому что некоторые до сих пор пользуются вот такими точилками роликовыми по которым нож ведется и снимается очень много металла с режущей кромки вот удачный пример нож советских времен который тащился на таком устройстве что это за устройство вот так вот выглядит она снимает очень много металла зачастую кухонные ножи можно просто поправить на мусате поправить режущую кромку не снимая много металла нож будет дальше резать поэтому кто пользуется вот этим это зло есть ваши родственники пользуются подарите ему сад и у них все будет хорошо научиться со временем на мусате правильно же и заживут так далее еще что хотел показать вот такие вот ножи тоже кого-то набора это тоже прикольный так ты резать что такое ну наверное это все со старинными ножами запишу еще видео про современные ножи сейчас ставлю переход если она уже существует переходите покажу то чем я сейчас пользуюсь на кухне сейчас все благодарю за просмотр всем пока